Слово Божие Вернее, мы продолжаем ту тему, которую начали в предыдущей передаче, и я хочу, чтобы ты не переключил канал, не-не-не, не надо, слушайте все до конца, потому что есть нечто особое, особое слово, особое благословение для тебя лично. У меня в гостях сегодня архиепископ Сергей Журавлёв. Приветствую. Слава Богу. Господа, да, и мы начали тему о спасении. Вот, и хочу сказать, он продолжит, но хочу вам сказать, что спасение – это дар от Бога для любого человека на этой земле. Что такое спасение? Вкратце, это иметь уверенность, уверенность в Боге и знать, куда ты идёшь после твоего путешествия на этой земле. Я хочу вам сказать, был у меня один друг, самый лучший друг. Я помню, когда я ещё был где-то, ну, я думаю, что когда мне, это восемнадцать, девятнадцать лет, он был просто при смерти. И меня пригласили в больницу. Он посмотрел на меня, его зовут Хэнри. Хэнри посмотрел на меня и смотрел слёз, и он говорит, я боюсь умереть. Я боюсь. Вы знаете, мне даже страшно стало. Я сказал, почему? Я умираю, я боюсь. Я сказал, почему? Я не знаю, что будет со мной. Я сказал, ну, жди, подожди. Гэрри, я же с тобой поговорил об этом, о спасении. Я уже принял Господа, уже три года спустя, ну, назад, уже верующим. Вот. А я сказал, вот тут, о чём я говорил, что я нашёл Иисуса. Он думал, что я сумасшедший. Он думал, что я фанатик. Вот. Господа, я просто такой экстремалист какой-то, да. И поэтому тот день я сказал, давай помолимся. Хочу вести тебя в молитву, в покаяние. И ты примешь дар Божий. И если тебе придётся даже прямо сейчас распрощаться с жизнью, ты будешь настолько уверен, куда ты идёшь. Он сказал, давай, Дэвид, я уже готов. Мы помолились. Вы знаете, сразу после слова «Аминь» он пошёл, он ушёл. Слава Богу. И именно с того момента я понял, настолько важно слово «спасение». Что это в самом деле дар. И это даёт нам уверенность о будущем. Знать, куда ты пойдёшь. Мне не важно, сколько тебе лет. Можно жить до 120, 120 или 30. Но слушайте, однажды придётся распрощаться. И нужно знать, куда пойдёшь дальше. И сегодня архиепископ Сергей Жиловлёв продолжит его свидетельство о спасении. И в конце у нас будет молитва. Ждите до конца. Нечто особое ждёт тебя. Слава Богу. Пастор Дэвид, я рад, что ваш друг покаялся и ушёл в вечность, именно будучи примирённым с Богом. Да. Это очень ценно. Это ценно. Я расскажу, моя бабушка была атеисткой, убеждённой атеисткой. Она была коммунисткой. И она верила, что только лишь Ленина и Сталин, два были хороших персонажей истории российской. Она очень верила и Ленину, и Сталину. И прожила долгую жизнь, почти сто лет прожила, но она не знала Бога. И перед смертью, где-то за полгода, я приезжал к ней, и с ней с бабушкой разговаривал. И я предложил ей помолиться. Я сомневался, согласится ли она. Честно говоря, я даже думал, скорее всего, она отвергнет это предложение моё. Она была непримиримой такой, знаете, атеисткой. Но когда я оказался один на один с ней, я подождал, пока тётя уйдёт. И никто не помешает нам разговаривать, что мы будем вместе вдвоём. Я сказала, бабушка, я хочу попросить тебя. Ты знаешь, что я верующий человек, что я священник, и я хочу помолиться за тебя. Ты согласен, чтобы я помолился за тебя? Она говорит, да. Я набрался от одержанного имени и сказала, бабушка, а ты хочешь помолиться вместе со мной? Не только я за тебя, а чтобы и ты помолилась со мной. И я услышал, она сказала, да. Я был так счастлив, что бабушка согласилась с моей молитвой. И мы помолились с ней молитвой покаяния. Знаете ли, я помолился за неё. И я просто Бога благодарил, что Господь совершил в её жизни чудо это. И потом покаялся мой дядя, старый коммунист, который тоже отрицал Бога. Знаете ли, он был очень убеждённым тоже атеистом. Но когда я проповедовал в Чебоксарах, это мой родной город, где я родился, Знаете ли, он первым вышел на покаяние. Я даже не смотрел в ту сторону, где, в общем-то, дядя стоит. Потому что я думал, что он не выйдет. А если выйдет, то он может будет от меня стесняться. Нет, он первым вышел. Первым вышел на покаяние. И знаете ли, в Писании говорится не только о нашем спасении, но и спасении близких нам людей. Говорится, что спасёшься ты сам и спасётся дом твой. Мои родители, они уже не атеисты. Папа уже на пути к Богу. Мама выходила на покаяние на мой день рождения. Однажды, на моём дне рождения, было служение. Мы вместе дома провели такое собрание, помолились. Знаете ли, я когда сказал о покаянии, моя мама вышла на покаяние. Для меня это был самый большой подарок от Бога вообще, который может быть только лишь, чтобы моя мама сказала слова покаяния перед Богом. И вы знаете, но наше спасение, это благодать, это Божий дар. Да, это Божий дар. В этих предыдущих программах я рассказывал о своём опыте покаяния. Первый такой опыт покаяния в экстремальной ситуации он подошёл. В момент смерти. Это особое переживание, удивительное переживание, конечно. Но скажу, что большинству людей моё свидетельство, оно не подходит. Потому что всё-таки подавляющее большинство верующих кается не в экстремальной такой ситуации, а в обычной ситуации, жизненной ситуации. И поэтому лучше не дожидаясь этого экстрема, осознать надо свою греховность. Мы все согрешили. Мы все так или иначе в этой жизни грешим. Это одно. А второе, мы же, понимаете ли, несем на себе вину отцов наших. И вину нашего праотца Адама. И нашей праотери Евы. Знаете ли, вот это всё печать на нашей жизни греховности некая есть. Но, когда мы приходим к Богу, когда я из Писания очень чётко узнал из Библии, что возмездие за грех – это смерть. Да, это правда. Это истина. Но есть и другая сторона правды. Дальше написано. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господи нашим. Что есть дар Божий во Христе Иисусе. Что, оказывается, Иисус Христос лично за меня умер. Лично за мои грехи. Не просто за всё человечество. Да, за всё человечество. Но лично за мои грехи отдал свою жизнь. Вот это окрылило меня. Это дало мне надежду. И вот вы очень правильно сказали, пастор, о том, что человек, он должен сейчас ответить на вопрос, куда я иду после смерти. Уверен ли я в спасении вообще. Но ещё есть другая мысль, интересная у меня. Я слушал вас, у меня возникла другая мысль. На каком основании человек уверен в том, что он спасён? Если он просто так думает. Просто это его, допустим, мысль. Или так он, допустим, научен другими людьми. Или же он научен так Словом Божьим. Если человек в этом уверен, на основании Слова Божьего, это непоколебимая вера. Это истинная вера. Это не просто его мысль. Это не просто идея его религии. Это не просто убеждённость на основании Слова Божьего. Того, что Бог сказал. А это непоколебимая вера. Это основательная вера. Основательная. И поэтому я предлагаю нашим зрителям именно обратиться к Богу на основании непоколебимой, основательной веры, которая выражена именно в Библии, высказана в Библии, в Божьем Слове. И когда вы будете верить в своё спасение и знать, быть уверенным в своё спасение, на основании именно Божьего Слова, того, что не просто пастор Дэвид сказал, или Сергей Журавлёв, архиепископ, сказал, но на основании именно того, что Бог сказал, тогда даже если бы тысячи пасторей и тысячи священников вам, и тысячи архиепископов вам сказали бы, что вы не спасены, вы сказали бы, нет, это неправда, я спасён. А почему? Так Бог сказал. Да. Это не патриарх, это не Папа Римский, это не кто-то ещё, это сам Бог. Это сам Бог. И вот когда вот такая уверенность, она возникла в моём сердце, в моём разуме, в моей жизни, я понял, это самое спасение, сам Божий дар в моей жизни. И знаете ли, что я обращаюсь, конечно, к нашим, думаю, среди наших зрителей будут много людей, будет много людей, которые себя называют православными, допустим, да, приходят в церковь на служение, может быть, на Пасху, на Рождество, обычно большие праздники люди почитают такие, да, уважают, но, как правило, сами не пережили встречу с Христом, встречу с Богом, и знают о Боге лишь информацию некоторую, что есть Бог на свете, но Он создал весь мир. Но даже многие священники, даже я обращаюсь особенно к нашим зрителям, может быть, среди наших зрителей будут люди в рясо с крестами по ноге, на груди. Если вы, мои коллеги, друзья, если вы православный священник, если вы священнослужитель, не важно, там, Московский, Бориархат, Киевский, Бориархат, Автекефальная церковь, это наши больше такие религиозно-политические деления. В общем-то, церковь-то одна-то, знаете ли, и не важно, вы до какой динаминации даже. Важно то, что в вашем сердце сейчас, и я знаю, что многие священники тоже нуждаются в спасении сегодня. Если бы рясо спасало бы, то было бы все гораздо проще. Одиним всю Украину в рясо и будем спасены. Это точно. Но еще Григорий Савичского рода, великий украинский реформатор, в 18 веке говорил, что по-русски так звучит мысль, о рясо, как мало кого ты святых сделала святыми, и как много святых ты сделала не святыми. Он понимал, Григорий Савич тогда, еще в далеком 18 статистике, что сама ряса, сама одежка, она не делает нас святыми, не делает нас божьими людьми. Уж кому-кому, а ему это было хорошо известно, и когда ему предлагали одеть рясу, он предпочел именно избрание такое божье, служение именно народного, такого странствующего проповедника, чем быть частью такой религиозной структуры, знаете ли. И мы можем быть людьми в рясах, но мы можем быть неспасенными. И очень много, к сожалению, священников, которые заканчивали семинарии, академии, которые образованы вроде бы религиозно, но не знают пути спасения. Однажды был диспут, я как священник, священнослужитель, уже такой реформатор, обновленец. Другой был священник, мой оппонент, он был традиционный русский православный священник. И он говорил мне о разных вещах, люди слушали все это, православные люди в основном были там. Были гости евангельские верующие. Так вот, и на этом диспуте я задал вопрос этому священнику. Я сказал так, вы как священник, пожалуйста, скажите мне сейчас, вы сами спасены или нет? Рождены вы свыше или нет? Если сегодня ваш последний день и час, знаете ли, куда вы пойдете, в рай или ад? На нас были одинаковые рясы, кресты, но у меня еще была по ноге, как и на холимбископе. Знаете ли, он был с таким дорогим крестом, с украшениями, метрофорный портерей, по-моему, был. Так вот, и он как священник сказал мне, и люди слышали все это, православные, кто были там, на этом диспуте свидетелями. Он сказал, нет, говорит, не возрожден, говорит, и скорее всего пойду в ад. Он сказал это, я сам был удивлен этому, понимаете ли, я слушаю его, а сам, стоп, он это сказал, я его за язык не тянул. Он мог бы такие вещи не говорить вообще, но он сказал это на диспуте. И он замолчал. Я видел его лицо, знаете, выражение его лица, он, я видел, задумался как бы о своих словах, услышал как бы свои же слова. И я дальше ему стал говорить такие слова. Я сказал ему, вот если вы как священник сейчас сказали, только что, и люди этому были свидетели все, что вы не возрождены и скорее всего пойдете в ад. Я процитировал его самого, для него самого. То я сказал дальше, что куда вы можете повести за собой людей. Потому что большинство здесь присутствующих, они вам доверяют как пастору, как священнику. И знаете ли, этот священник, он к чести, он ничего не сказал, он уклонился от ответа, он перевел потом разговор в другое русло. Но когда мы расставались, многие подходили православные этого города, и они благодарили меня за то, что как бы вот это все прозвучало. Что они увидели, что их священник-то он не знает пути спасения. Они думали, что он все знает, а что истина оказывается в Библии. Что оказывается, Бог-то и священники, это порой разные вещи совершенно. И знаете ли, и конечно, потом, когда я уже вернулся в Киев, домой, мне звонили братья из того города, и я спрашивал о священнике, они говорили, что священник изменился очень сильно. То есть он задумался. Слава Богу. Слава Богу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Бог тебя любит. И я верю, что услышал эту историю. Мы даже не успели вкладывать во все, что хотели. И поэтому мы продолжаем в следующей передаче. Пусть Бог мира будет с вами. До следующей встречи. Ну вот я как состарюсь, я буду ходить в церковь, буду ставить свечки, там, обряды исполнять, какие нужно. Больше 50 лет проповедую Евангелие, но так я не знаю точно, как человек рождается свыше. Это таинство говорит. Если я буду даже бежать рядом с ними, но незаконно подвязаюсь, я не отвечаю. И судья, и все присутствующие, и свидетели, и другие подсудимые. Надо было раньше думать. Поздно локти кусать. Представляем вашему вниманию семинар архиепископа Сергея Журавлева «Свобода от оккультизма». Верим, что эти проповеди благословят вас. А также DVD-диски Дэвида Анна. Пусть атмосфера этих концертов наполнит вашу жизнь и послужит вам ободрением. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону, указанному на экране. Да благословит вас Господь! Продолжение следует...